Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня хочу вновь провести эксперимент. Даже не сегодня, а это будет длительный эксперимент. Я покупала вот такие перчики, очень сладкие, очень вкусные перчики в магазине. Сейчас он немножко оставила его как бы на семена. Это сейчас середина марта. И я решила прямо свежие перчики, в смысле свежие семена, сразу посеять в грунт. Вот сейчас разделываю я его. Посею и понаблюдаю, что же будет с этими семенами. Вот они же уже такие влажные, уже как бы подготовленные к посеву. Поэтому сейчас разделаю на ваших глазах, как говорится, и буду сеять. Сегодня же посею, понаблюдаю, как он зайдет, как он будет развиваться. Все этапы я вам буду показывать. Что будет дальше, мы с вами увидим. Так, ну вот, быстренько-быстренько мы сделали. Семена все вроде бы как приличные такие. В смысле, без изъянов, не почерневшие. Я не знаю, все делать или оставить половину, подсушить их. Если получится хорошо. Не знаю, какой перец, гибридный, негибридный. И буду наблюдать за ним. Взойти-то он может и взойдет, но как он вырастет. На каждом этапе развития буду вам показывать результаты. Может быть, мы обойдемся и без семян магазинных. А будем сами разводить перцы. Ну вот, дорогие друзья, приготовили мы... Набрали земли в контейнер. Приготовили кипяточек. Вот наши семена, которые мы выпустили из перчика. Я еще хочу что сделать. Перчики-то мы обычно семена проверяем на зрелость. Поэтому я сейчас хочу... Вот здесь вот взяла кружечку с водичкой. И хочу их опустить. Половинку возьму. Хочу опустить их в воду и проверить полноту зрелости. А то взять-то мы взяли... А может быть, перчики были недозрелые. Ну, а это я оставлю потом. Как мы проверяем? Просто опускаем водичку. Помешиваем несколько секунд. И смотрим, что же получается у нас. Ну, вам, наверное, видно, что вот здесь два семечка. Только они пустотелые получаются. А эти все нормальные. Возьму салфеточку сейчас. Ситечка не прихватила. Так, и сделаем так. Вот. Сольем вначале водичку. А потом уже через салфеточку у нас семена остались. Вот эти семена, которые упали на дно кружечки. Значит, они зрелые. Немножко их обмакнем. Они подсохнут немножко. Вообще, я думаю, семена, они уже подготовлены, простимулированы. Их даже стимулировать не нужно. Это как в утробе у матери. Ребенок уже готовый к жизни. Питание, питание, все он получал. Также и эти семена. Сейчас середина марта. Не середина марта. Сегодня 19 число. И вот мы приступаем к посеву. Проливаем грунт. Сухой грунт у меня. Проливаем кипяточком. Емкость у меня без дренажных отверстий. Я взяла такой побольше контейнер. Чтобы подольше их... Чтобы, если перчики взойдут, подольше находились они как бы в защитных условиях. То есть без сквознячков. Ну вот. Приступаем к посеву. Семена крупненькие такие. Удобно их разлаживать. Ну если что-то потом... Если удастся... Господи, помоги. То можно обходиться без магазин... Без семян производителей. Свои семена делать. Выпускать так же. Перчики гораздо уже подготовленные. Пришел в магазин. Купил какой тебе понравился перчик. И пожалуйста. Единственное, конечно... Может быть... Будет не очень удобно. Потому что не знаешь, какой он высоты. Как он рос. В каких условиях. У нас же в магазинах-то продаются из разных стран перчики. Ну... В принципе, это то же самое. Ну, я думаю, достаточно для эксперимента. Так. Распределим их маленечко. Что-то так. Прилипают они. Поскольку неизвестно, какой перчик, какое растение было. Я приготовила в пульверизатор. Налила 200 миллилитров водички и 4 капли раствора разведенной пасты. Фитоспорина. И сейчас опрыскаю семена. Как бы обеззаражу. Может быть, кто-то чем-то еще будет другим обеззараживать. Но это мой эксперимент. Посмотрю, что из этого получится. Хорошо обработали. Теперь с помощью своей... Где она у меня? Ампулка. Мы немного заглубим на полсантиметра. Как всегда, я сею томаты, перцы. Очень хочется, конечно, чтобы получилось. Они такие славные, эти семена. Так, ну вот заглубили. А сейчас присыпем грунтом. Заглубили на полсантиметра. Грунтом присыпем на сантиметр. Получается, что у нас заглубление на полтора сантиметра. Думаю, достаточно. Хорошо распределяем. И прижимаем грунт. Прихлапываем так хорошо, чтобы контакт был семян с грунтом. Вот там лопаточка не проходит. Вот так вот. Все. Закрываем контейнер крышечкой и в теплое место до 30 градусов. Сегодня хочу показать вам сходы перчика, которые мы вместе с вами сеяли пять дней назад. Вот в таком состоянии сегодня всходы. Я про него честно забыла. А сегодня стала проверять свои контейнера. А там уже вот в таком состоянии этот перчик. То есть он быстро, за 4 дня, он буквально появились всходы. Петельки я прозевала. Ну вот в таком состоянии. Так что, дорогие мои, очень быстро всходит он, когда куплены полученные семена сразу из плодов. Может быть, будем переходить на такие перчики. Посмотрим, как дальше он себя покажет. Но эти всходы меня очень радуют. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я решила вам показать, в каком состоянии находятся перчики. Рассада перцев, которых мы с вами разделывали их. И высевали их в контейнер. На сегодня так выглядят перчики. Для сравнения, это я вытащила их, чтобы полить. И вспомнила, что я вам не показывала. Два дня назад я их распекировала. В таком состоянии они находятся. И для сравнения, я вам хочу показать перчики, которые я высевала из магазинных семян 29 февраля. Вот в таком состоянии они находятся. Для сравнения, это перчики, которые 29 февраля, а это разделанные перчики. Ну, думаю, эти перчики догонят еще своих сородичей. Им еще расти порядка полтора месяца. Поэтому будем смотреть дальше за их развитием, как они будут наращивать. И еще хочу вам показать герань. В одном из видео я показывала, что я пригибала, пригибала вот эту веточку, вот эту веточку герани. Вот здесь видите, изгиб еще вот она швит. Потому что стволик был оголенный. И вот сейчас смотрите, в каком, видите, побеги пошли новые. То есть она скоро нарастет, свою пышную шапочку сделает и будет свисти. Будет набирать цвет. Ну и, конечно, хочется похвастаться моим дендробиумом. Посмотрите, какой он красавец сейчас стал. В полной красе. Вот такие у нас на сегодня чудеса. Подписывайтесь. Будем дальше смотреть за выращиванием перца. Оставайтесь на моем канале. Всего доброго. До новых встреч.